Ужас парализовал меня, когда я впервые с ним столкнулся. Я до сих пор помню тот липкий омут, в который меня затянуло однажды. И вот опять. Его приход – редкое и неотвратимое явление. Он прячется. Он таится. Он всегда ожидает где-то неподалеку. И вот настал момент, когда он вновь наносит удар. Я говорю о Слендере. То есть я говорю о херовом летнем сезоне премьер. Ужас, подстерегающий каждого обзорщика. Приветствую, меня зовут Сокол. И сегодня я расскажу сразу о пяти так себе премьерах сразу двух недель. Поскольку я пропустил предыдущую неделю. Боль и опустошение – вот что я получил. Премьерный сезон настолько уныл. Интерес зрителей к кино настолько минимален. Хороших фильмов этим летом так мало, что какой-то посредственный боевик, где морское чудовище в лице Стэтэма, борется с невинной доисторической акулой. Занимает лидирующие позиции по мировым кассовым сборам. Это ж надо же! Что это, мать твою? Так, так, Саша, Саша, спокойно. Никаких чудовищ не бывает, не существует. Просто это херовый фильм. Херовый фильм. Да и вообще, в целом, херовый летний сезон. Фу, фу. Надо выдохнуть, надо выдохнуть. И отвлечься, отвлечься, да. Отвлечься от моей херовой актерской игры. А что нужно для этого? Викинги! Викинги понравятся всем любителям тех самых ламповых стратегий и РПГ из 90-х и 2000-х. Однако теперь, друзья, это все в ваших мобильных и онлайн. Викинги – это никогда не заканчивающаяся борьба за ресурсы, создание новых союзных альянсов и невероятные каждодневные ивенты. А еще это 20 миллионов игроков, у каждого из которых свой неповторимый стиль игры. Это точно стоит вашего внимания. Качайте викингов по моим ссылкам, что находится в описании к видео, и получите 200 голды и бесплатный щит. Кстати, мы совместно с создателями игры решили провести для вас конкурс – приз iPhone X и новенький MacBook Pro. Хотите получить iPhone X – скачайте викингов по ссылкам в описании и дойдите до 10 уровня дворца. Хотите выиграть MacBook Pro – достигните самого высокого уровня до конца месяца среди остальных участников. Розыгрыш состоится 30 августа. Все подробности в группе ВК «Викингов». Ссылка также в описании. Качайте. Ну а я, пожалуй, перейду к фильмам. Самый страшный фильм прошлой недели – это… «Шпион, который меня кинул». Если вы стоите, то сядьте. А то как-то странно, обычно видео на YouTube смотрят Сия. Перед вами самый ужасный фильм Августа, на мой взгляд. Серьезно, в сравнении, Слендермен посасывает большой и длинный дубовый сук. Сук в этой картине, кстати, две. И обе они невменяемые дуры. Я не про актрис, если что. Я про их персонажей. Две мерзотные и невероятно тупые дамочки внезапно ввязываются в шпионскую игру. Просто бывшая героиня Милы Кунис оказывается недоделанным Джейсоном Борном. И вот Мила… Мам, ты не видела мой рюкзак? Да, теперь мне доставляет удовольствие то, как Питер издевается над ее персонажем в «Грифинах». Итак, Мила со своей писящей подругой, о которой поговорим чуть позже, отправляются в Европу, чтобы передать кому-то там какую-то секретную флешку. И после просмотра я понял одно. Эта картина про недалеких девушек и для недалеких девушек. И создана, по всей видимости, не слишком умной барышней. Режиссер и сценарист этой картины Сюзанна Фокгель. По крайней мере, фильм говорит о ней именно так. Знаете, как я все это понял? Впервые в истории шпионских фильмов «Вагина» используется как хранилище для секретных данных. И только, похоже, недалекие девушки, которые визжали от восторга в зале кинотеатра, в котором я смотрел фильм, находили это смешным, в то время как остальные недовольно морчились. Я, блин, наблюдал! Я серьезно наблюдал! Блин, да тут уровень юмора, как в комедиях Сарика Андреасяна только вместо жоп используется Вагина. А демонстрация члена на весь экран считается удачной шуткой. Да, били русские торговцы наркотиками, злодеи и бывшие тренеры по гимнастике, подопечные которых, используя приемы художественной, опять же, гимнастики, в заброшенном спортивном зале имени Славы Октября мучает наших горе-шпионок, выполняя обязательную олимпийскую программу с гранатой. Клюква настолько абсурдная, что даже не смешная, серьезно. Я смотрел это и негодовал от того, что этот глупый фильм притворяется настоящим высказыванием в поддержку феминистичных идей. Мол, смотрите, девушки-то точно так же неплохо и пошло шутят, как и мужики. Критики, оцените это! Да только вот ни хрена! В этом фильме я не нашел ничего смешного, увы. Фильм выглядит так, будто его снимала 14-летняя девочка, которая насмотрела шпионских боевиков, глупых комедий и элементарных любовных романов. Вот помните фильм «Шпион» с Мелиссей Маккарти? Вот он работал, и в нем была гора отличных шуток. Маккарти сама по себе очень смешная. Также там Джейсон Стэттем был очень смешной. А вот этот фильм с Милой Кунис и Кейт Маккинон, ну, ни о чем. Кейт Маккинон, в свою очередь, сыграла настолько раздражающего персонажа, что меня к финалу фильма брала три сучка при ее появлении на экране. Ее персонаж настолько бесячий, что в моем личном рейтинге раздражающих персонажей она заняла первое место, обогнав там Джаджа Бинкса и Марлона Уэйнса в броске кобры. Я думал, что в охотницах ее героиня бесит, но не думал, что она способна на большее. Черт возьми, она реально заставила себя ненавидеть. Короче, в фильм идет какашечная медаль. Я не понимаю, что хорошего в нем находят люди, хоть убейте. Для меня это была двухчасовая пытка. И на фоне этого фильма зрелище, где Джейсон с Тэтом сражается с мегалодоном, сокращенно МЭК, выглядит, ну, даже очень неплохо. Да, это дурацкий фильм. Да, в нем много где провисает сюжет. Да, в нем не хватает юмора и самоиронии. Да, в фильме работает своя выдуманная физика. Да, акула имеет свойство уменьшаться или увеличиваться, если того требует сюжет. Да, в фильме при желании можно найти кучу недостатков. Но у него есть одно неоспоримое достоинство. И это не Джейсон с Тэтом. Так вот, это единственный крупный зрелищный боевик на ближайшие несколько недель. И единственный более или менее достойный развлекательный фильм этого месяца, похоже. Никогда бы не подумал, что такая ерунда, как картина МЭК, монстр глубины, будет тем, на что я буду призывать идти, ибо больше похоже не на что. Из ближайших конкурентов у этой картины фильм Алифа, и то я бы не сказал, что мальчику с собакой удастся победить могучего Джейсона с Тэтома. И не очень могучую гигантскую акулу. То есть да, если вы хотите легкий и незаморочистый фильм для отдыха, то МЭК это то, что вам нужно. Продюсеры нашли просто максимально удачное время, чтобы выпустить в прокат этот фильм. Сюжет такой. Ученые погрузились на дно Мариинской впадины и притащили оттуда мегалодона. Дальше Джейсон должен навалять этой акуле, иначе она всех сожрет. А питается она много чем. Не брезгает лодками, людьми и даже маленькими собачками. Имеет ли смысл описывать уровень трешовости этой ленты? Думаю, что нет. Вы и так все сами понимаете. В обычное время я бы поставил этой ленте бронзу. Она, конечно, неплоха, однако хорошей ее назвать тоже вряд ли удастся. Но, учитывая обстоятельства и остальные фильмы в прокате, я, пожалуй, поставлю ленте серебро. Пусть и слабая. Дальше пойдут фильмы этой недели. И на очереди не столь ужасно, как остальное, но весьма посредственный мюзикл Мамма Мия 2. Не знал, что первая часть была настолько успешной, что продюсеры решили выпустить продолжение. По мне, первая лента была ужасна. Музыкальные номера бессили, их было слишком много. Приторность картины набивала оскомину, будто пьешь очень сладкий чай. Зачем там нужны были такие актеры, если они нихрена не играли? Почему там были такие откровенно слабые номера, какие-то невнятные танцульки под песни Абы? Ну, я не знаю. По мне, так это очень слабый мюзикл, который больше раздражал. Но сборы ленты были фантастичные. Кому не насрать на мое брюзжанье, держите сиквел! Такой же приторный, такой же посредственный, такой же никчемный, с такими же никудышными музыкальными номерами. Фильм, песни, в котором повторяются, а сюжет не делает ничего, чтобы дополнить или продолжить историю первой картины. Ни о чем. Я даже медаль ставить не буду. Простите, но, похоже, этот мюзикл мне не подходит. Если же вам охота посмотреть на теплые края, море, взглянуть на милые лица, послушать веселые песенки, поумиляться от незамысловатого сюжета, то плюньте вы на мое ворчание. Идите в кино, с каких пор я для кого-то стал авторитетом. Настало время дернеца! Слендермен! Слендермен, приди! Ах, ну да, есть еще фильм Аксель. Фильм про пса-робота. Слендер, подожди, посиди там пока в кустах. Есть такой классический жанр фильмов типа боди-муви, роуд-муви. Так вот, есть жанр, который называется мальчик и его собака. Естественно, под кодовым обозначением его собака может быть все что угодно. Инопланетянин, динозавр, дракон или целый трансформер. Да, зимой будем смотреть очередную вариацию на эту же тему, только с Бамблби в роли собаки. Создатели же фильма Аксель решили не париться и запихали в картину настоящую собаку, только робота. И она жуткая. Знаете, обычно этих созданий дизайнеры делают милыми. Взгляните на Джонни Пятого, он вроде тоже военная машина, но черт возьми какой же он милый. С него даже Валли срисовали. Валли срисовали, ага. А эта же псина выглядит страшно. Она мне очень напоминает собак из Охотника за привидениями. Выглядят они мило? Нет, нихрена. Они выглядят жутко. Так и этот пес, он будто бы копия тех монстров. Буквально один в один. Вот нахрена робо-собаке пасть? Нахрена вы ей сделали такие криповые глаза? Этот робот очень страшный. И чему так умиляется главный герой, почему он с ним пытается дружить и защищать, это останется загадкой для меня. Когда робот выглядит как монстр из ада, который гонится за тобой в попытке убить, я бы десять раз подумал, прежде чем гладить его по голове и говорить какой он милаха. Да что там? Я бы эту тварь облил бы бензином и сжёг бы нахрен. И мне бы было плевать, что он страдает и переживает. Это ж грёбаный робот. Ну нахер. Держите его от меня подальше. В остальное время фильма парень клеит тёлку, воюет с хулиганами и ездит на мотоцикле, то есть отрабатывает стандартную программу. Ничего интересного. Очень слабая бронза от меня. Фильм мог бы выйти лучше, я думаю, если бы собаку робота сделали более милой и привлекательной. Ну а теперь Слендермен. Итак, кто такой Слендермен или Слендер, ну или же тонкий или тощий человек? Это обыкновенная страшилка в духе гроба на колёсиках. Тут некоторые решили, что фильм является экранизацией игры про этого персонажа. Ну ребят, вы чего? Я думал ни для кого не секрет, что Слендер это представитель современных городских легенд. Сейчас, например, ещё один подобный монстр покоряет интернет. Эту херню, которую расфортили дети, тролли и не самые умные блогеры, зовут Момо. Ну а Слендер это, если по сути, её старший брат, который начал свою жизнь на волнах крипипасты задолго до того, как про него стали делать игры и снимать фильмы. Если точнее, то Слендеру 9 лет. Откуда такая точность? Да потому, что он был придуман Эриком Кнутсеном в 2009 году для конкурса одного интернет-форума, где требовалось пририсовать к фотографии что-нибудь пугающее. Первые фотомонтажные работы со Слендером были созданы именно Кнутсеном. И именно он придумал историю тонкого человека. Безликая копия Агента 47 в костюме с нелепо длинными руками. Монстр получился пугающим. И это стало благодатной почвой для создания разного рода легенд и фейков. И на всё это больные рассудком или неокрепшие умом детишки с развитым воображением с большим удовольствием велись. К примеру, в 2014 году две 12-летние девочки чуть не убили свою подругу, нанеся ей 19 ножевых ранений. Свой поступок они объяснили тем, что пытались понравиться Слендеру. То есть вот вам опасность городских легенд. Кнутсен тогда заявил, что сожалеет об этом случае, но от регулярных вознаграждений за использование киношниками и игроделами его персонажа он, конечно, не отказался. Почему я так долго об этом рассказываю? Да потому что история происхождения Слендера и неприятностей, которые окружают эту байку, гораздо-гораздо интереснее, чем фильм. Это ведь не первая экранизация. Но тот фильм был еще ужаснее. В новом хотя бы пара пугалок работает. Да, вы не ослышались. Слендермен 2018 года – это типичный аттракцион пугалок. Персонажи никакие. Они лишь сюжетные функции. Их поступки странные. Актрисы, что их играли, ничего выдающегося не демонстрировали. Сюжет – это банальный набор из клише. Фильм в целом достаточно скучный. Единственное, что в нем более или менее терпимое – это пара-тройка пугалок, которые хотя бы изредка заставляли вздрагивать, тем самым давая возможность проснуться. Так что, вяленькая бронза. Ладно, что-то я к этому фильму слишком уж снисходителен. Конечно, какашечная ему больше подходит. Увы, но фильм посредственный, и ему очень трудно заинтересовать. Однако, если вы идете на него только ради пугалок, то можно и сходить. Правда, прежде чем вас напугать, фильм сначала вас усыпит. Готовы терпеть унылый сюжет с унылыми персонажами ради двух-трех неплохих бу-эффектов? Милости прошу в кинотеатр. Это было мое мнение. Сходите в кино. Заставьте свое. Что это? Девушки отдыхают... ... Субтитры создавал DimaTorzok